О себе, да, как Дмитрий говорил, работаю в EPUM по направлению Azure, развиваем это направление, разные проекты, все связанные с платформой Azure. И сегодня, чем бы хотел поделиться, это мониторинг, да, мой взгляд на мониторинг в общем и что вообще Azure предлагает. Вот мой текущий проект, на который я попал, была поставлена задача, абсолютно не мониторились ресурсы, которые подняты в Azure. Это микросервисное приложение, то есть мне надо было изучить вопрос, что предлагает Azure, что можно сделать. Как бы до этого занимался мониторингом, работал в operational team долгое время, но ресурсы были немножко не те, да. Ну давайте разберемся вообще, что такое мониторинг. Да, такие, возможно, очевидные вещи, но иногда стоит говорить об очевидных вещах, чтобы представлять всю картину в целом. В первую очередь это доступность, производительность нашего приложения, проверка, как наше приложение работает со стороны сервера, а также как клиент видит наше приложение, как оно доступно оттуда. В режиме реального времени проактивный мониторинг инфраструктуры. Также это мониторинг нашего приложения под нагрузкой. И также сюда добавил косты. То есть что означает проактивный мониторинг? Мало того, смотреть вот прямо сейчас, все ли у нас работает. Возможно, где-то есть какие-то узкие места. То есть то место, которое гипотетически может время от времени давать сбои, проверять всю инфраструктуру, ее доступность в целом, изучать этот вопрос и проактивно нотифицировать клиента. То есть ваш клиент всегда будет более счастлив, если вы заранее ему напишите о том, что, естественно, если вы убедились в этом, о том, что вот здесь у нас может быть проблема. Потому что сейчас инфраструктура Ажур испытывает некоторые проблемы с набором сервисов и, возможно, вас зацепит. Но мы будем следить и, так сказать, оповещать вас вовремя о всех изменениях. И косты. Почему это интересно? Потому что любой бизнес – это деньги. Если, скажем так, ваш ресурс скелется, грубо говоря, бесконечно, это ест деньги. На это тоже стоит обращать внимание. И у Ажура есть некоторые инструменты, которые могут помочь с этим. Три основные части, которые есть в Ажуре, это Cost Analytics, Azure Advisor и большой Azure Monitor. Первое – это Cost Analyze. Что дает нам Ажур? То есть на уровне подписки у нас всегда есть доступный сервис, фича, которая нам помогает разобраться с нашими счетами. Я не знаю, кто с Ажуром вообще работает. Можно руки поднять. О, отлично. В прошлый раз рук было меньше, поэтому я не зря второй раз рассказываю про Ажур, потому как интересная платформа, кастомеры заходят, пользуются, интересуются. Так, о чем я? Cost Analyze. Когда-то я еще помню время, когда это был отдельный портал. На него надо было запрашивать отдельный доступ. Сейчас это все интегрировали в Ажур портал. На разных вкладках нам доступны сортировка, которая базируется на ресурсных тегах. Что это значит? То есть помимо разделения логического ресурсов посредством деплоев в разные ресурсные группы, мы также можем задавать теги. Зачем они нужны? Ну, первое, что сам Ажур рекомендует, это косты. Мы можем посредством одинаковых тегов разделять наши ресурсы, смотреть, сколько нам стоит денег. Все инвойсы выставляются раз в месяц в счет. Ну, естественно, для того, чтобы не было неприятных сюрпризов, есть технические лимиты у самого Ажура. Лимиты вы можете поставить сами самостоятельно на своей подписке. И может быть такое, что вы провижените какую-то большую виртуальную машину с большим тайром, у вас выпадет ошибка. Place Contact Azure Support. Просто это сервисный лимит, подстраховка, скажем так. Опять-таки Ажура вас беспокоится, чтобы вы не потратили слишком много денег. Также у нас есть прогнозирование наших денежных трат наперед, прогнозирование в Bay Resource, инвойсы, которые генерируются в удобный формат, можно передать в другие отделы. Приблизительно выглядит визуализация вот таким образом. То есть то, что более прозрачным цветом показывает, как мы могли бы тратить деньги в будущем, если наш тренд траты использования ресурсов сохранится. Вот так приблизительно это выглядит на портале. Можно генерить счета, инвойсы. В целом полезная штука. Нужно туда иногда заглядывать, потому как если вы делаете какой-то пропоузел, новый подход, новые ресурсы, а кастомер говорит, не, мы этим пользоваться не будем. Но причина просто банальная. Это будет стоить в три раза дороже. Следующая штука появилась тоже относительно недавно. Очень интересная Azure Redvisor. Бесплатный сервис, который нам дает Microsoft. И предоставляет три таких блока рекомендаций по безопасности, опять-таки по кастам, по доступности, по производительности. Выглядит все, в принципе, достаточно просто. Но если инфраструктура большая, был опыт работы, это было более 200 подписок, куча сервисов, в таком случае это очень полезно. Нет возможности проходить руками, либо раньше надо было писать скрипты на PowerShell, для того чтобы прогнаться, посмотреть, а нет ли у нас там каких-то ресурсов, которые не используются, либо не засайненных там паблик IP-адресов. Сейчас все в одном месте, все визуализировано, понятно. Можно зайти внутрь, если вы точно знаете, что этот ресурс в таком же состоянии должен и быть далее. Можно его отметить, исключить из этой группы. Также есть возможность автоматически обрабатывать это все. Но надо быть с этим очень аккуратным, так как очень много ресурсов есть в режиме превью. Могут работать не так, как ожидаемо. Далее тоже интересный сервис. Azure Service Health. Если раньше нам надо было для того, чтобы понять, как вообще Ажур себя чувствует в целом, заходить на портал и проверять статус всех сервисов, то сейчас уже в самом портале есть Azure Service Health, можно вынести на дашборд. Очень понятный простой сервис. Приблизительно вот так работает. То есть анализирует проблемы с сервисами, пишет майнтенсы технические, какие-либо рекомендации, ивенты. Все опять-таки интегрируется с другими сервисами. Мы можем настроить алертинг, смс, рассылка, либо запаблишить, как я уже говорил, на Azure портал, либо по стримке смотреть это все на статус пейджи самого Ажура. Ну и третий блок – Azure Monitor. То есть большая платформа собирает всевозможные метрики, включая метрики по самим вашим ресурсам, также по активности, которая была на портале других инженеров. Вот такая диаграммка. То есть это абсолютно все логи по Azure ресурсам, по подписке, по вашему тенанту. Это могут быть кастомные ресурсы сторонних провайдеров, даже, в принципе, других клауд-провайдеров. Это все коллектится. И с этим всем можно работать посредством логов, метрик и так далее. Идем дальше. Первое – это в этом списке большой блок Application Insight. Кто работал с веб-апами, знает, есть такой классный сервис, подключается к контейнерам, любым салюшенам, что из себя представляет. Единая точка входа для обработки всего вашего поведения, вашего веб-приложения. Это не обязательно должен быть .NET, может быть Java, Python, базы данных. Все складывается в Application Insight. Есть свой внутренний язык SQL запросов. Можно посмотреть по логам. Дальше на базе Application Insight можно строить всевозможные графики. Application Insight имеет свой собственный REST API, то есть к ним можно обращаться, чем хотите. Можно экспортить Power BI, показывать производительность, либо количество запросов с менеджментом и показывать вообще, как классно у нас все работает, или как все плохо. Почему плохо? Потому что показывает и количество эксепшенов, и response time, и load performance, количество сессий, юзеров. Можно подключить также к докеру, диагностические логи. В общем, довольно-таки мощный инструмент. Из интересного есть такая фича внутри Application Insight, это Smart Detection. То есть его можно включить, в принципе, и любые аномалии, Azure будет отлавливать сам и присылать вам интересное письмо. По практике могу сказать, что когда приходила нотификация от Smart Detection, стоило туда сходить и стоило посмотреть, что с сервисом, потому как обычно это сигнализировало о том, что у вас действительно есть проблемы. Ничего настраивать не надо, включили, работает. Если приложение большое, микросервисное, иногда, если ты, скажем так, его не писал с нуля, а пришел уже на стадии саппорта, не совсем понятно, кто с чем работает, какой сервис с каким взаимодействует, где проблемы. И у нас есть Application Map, то есть клацаем, она там буквально генерируется за 5-10 секунд. Там уже можно понять посредством визуализации, где у вас проблемы, где узкие места, куда идти и что делать. Для Automation инженеров есть Live Metric Stream. В режиме реального времени у нас выводятся основные метрики, собирается телеметрия с задержкой в одну секунду. Можно посмотреть, как вот именно сейчас ведет наше веб-приложение себя. И RestApp, как я уже говорил ранее, можно подключиться, вытянуть логи и с логами работать в Амазоне, в Google Клауде либо он-премис, как хотите. Дашборды. В каждом Application Insight есть уже дефолтные дашборды, собирают доступность, количество реквестов, время отклика, фейлов. Если вот здесь клацнуть на звездочку, то дашборд сразу запаблишится на вашу главную страницу на портале. Будет сразу наглядно понятно в один клик, как у вас дела. Визуализация, да? То есть все ресурсы, всевозможные в ажуре, которые вы провизжените в своей подписке, уже имеют базовые метрики, которые можно просто в один клик положить на дашборд, распихать, как вам нравится, по размерам, либо экспортить в Power BI. Ну, уже с ними можно работать. Стандартных метрик довольно-таки много. Если есть желание и потребность, можно написать свои кастомные. Это ажур позволяет делать. В принципе, что мной было сделано на проекте, да, я взял просто все ресурсные группы, по ним прошелся, посмотрел, какие ресурсы используются, промониторил, почитал основные метрики, на основании их сделал дашборды для каждого типа ресурсов. И, в принципе, появилось небольшое другдаун-меню с названиями дашбордов. Переходя на дашборд, уже было понятно, опять-таки, как себя приложение ведет. Ну, вот, в принципе, пример метрик. В основном есть availability-тест для большинства ресурсов. Где нет availability, можно взять какие-либо другие метрики, основные количество successful request, failed и так далее. Настраивается все легко. То есть, выбираем ресурс, тип метрик, нажимаем одну кнопочку пинту дашборд и ваш мониторинг превращается вот в такой вид. то есть мы поговорили отдельно об метриках, есть еще у нас такой сервис, как lock analytics. Чем интересен? Такая большая платформа, сервис, за которую мы платим per gigabyte. Цена зависит от объема обработанных данных. Складывает, сюда есть возможность forwarded любые логи. Начиная от логов виртуальной машины и заканчивая какими-то кастомными логами. сюда можно писать квери, получать вот такие результаты. На основе этих квери опять можно строить чарты. Если надо, эти чарты можно паблишить на дашборд. у нас был сторонний вендор MuleSoft, там крутилось какое-то приложение, оно писало логи в наш lock analytics. На основе этих логов были построены чарты производительности этого стороннего сервиса. И в принципе мы реализовали мониторинг буквально в два клика стороннего сервиса, проводили перформанс тестирование, но результат уже смотрели в Ажуре. Конечно, задержка есть, это понятно, так как это интеграция двухсторонних сервисов. Но в плане, если нам нужно анализировать это за большой период времени, не в режиме реального времени, это очень хороший инструмент и он нам помог. Также здесь есть смарт-диагностика. всякие спайки он сам детектит, подсвечивает, тоже может быть полезным. Ну вот, например, большой ковыри, которая возвращает процесс, который больше всего занимает процессного времени виртуальной машины. То есть мы подключили запись логов с виртуалки лог-аналитик и можем уже здесь в одном месте работать с анализом логов. Ну и вот пример одного из проектов IoT. То есть есть некие железные девайсы, пускай будут стиральные машины модные, какие-нибудь LG или Samsung, которые посылают порядка какого-то количества реквестов о своем поведении в Event Hub. Вот он здесь. И он уже в свою очередь распихивает это все в сторожи. Здесь видим Azure Function, который дергает Event Hub, вложит в Data Lake Storage и в Blob Storage. Вот пример использования Application Insight. То есть собирается с всевозможных девайсов логи, ложится в Application Insight, потом специальные функции, которые дергают REST API этого Application Insight ложат логи. А, забыл сказать. Именно в данном кейсе, то есть когда эта архитектура делалась, не было возможности прямого общения лог-аналитика с Application Insight, сейчас это есть, есть уже Cross Query, то есть в лог-аналитике можно писать Query в принципе на любые ресурсы Ажура. Сейчас это поддерживается. Это мы говорили о сервисах и то, что тоже опять-таки появилось относительно недавно, это Azure Data Factory. Это уже платформа. Большая мощная платформа, которая нам позволяет выполнять всевозможные логические операции с ресурсами Ажура. Чем интересно, да, то есть если, скажем так, у нас есть SQL база данных, мы хотим эти данные сохранять, скажем так, пять лет. Нам надо писать скрипт, который будет экспортить данные, потом засовывать Storage, этот скрипт надо мониторить, запускать по скедулеру. Это все в прошлом. На замену этому пришел Azure Data Factory платформа. С помощью нее мы можем строить пайплайны, просто передвигая иконки, задавать разные логические операции копирования, экспорт между ресурсами, экспорт это в другую какую-либо аналитику, подключение того же Амазона, если это надо. Как работает вот здесь у нас по-простому написано, то есть мы пишем коннектор, строим пайплайны, паблишем, запускаем и есть свой внутренний мониторинг, который позволяет отслеживать состояние. Как видите, подключить можно разные ресурсы вплоть к Амазон S3, строить вот такие вот пайплайны, все это запускать, опять-таки в два клика. Вот пример пайплайнов. В принципе, больше, наверное, по этому ресурсу не скажу. Буквально совсем недавно начал с ним работать. Сейчас готовим proof of concept. Посмотрим, как будет работать, насколько надежно, как работает мониторинг. Возможно, это будет темой следующих наших встреч. В целом у меня все. Ваши вопросы. Вопросы раз-два. Пожалуйста, говорите, руку поднимайте, я вам несу микрофон. Несу. Виктор, спасибо большое за хороший обзор по мониторингу Azure. У меня возник вопрос, как там с дополнительными плагинами расширяемостью. Можно ли подключить и мониторить, например, внутренности виртуалок или контейнеры и сыграть с них данные? Да, все можно. В принципе, как я уже показывал, посредством лог-аналитики мы можем подключить обработку виртуальных машин плюс в самой виртуальной машине. Я не помню, говорил или нет, то есть вы, когда покупаете ресурс в ажуре, вы не просто ресурс покупаете, а готовый сервис и ресурс включает уже в себя сам мониторинг. То есть для мониторинга виртуальной машины там уже есть встроенные инструменты, это и performance анализ и диагностика. Внутри виртуалки сразу, если это в принципе и линукс и виндовс машина, туда ставится агент, который собирает эту метрику и в пределах окна виртуальной машины можно посмотреть мониторинг уже вот с коробки. Если надо собирать, анализировать долго, опять-таки подключаем лог-аналитику, там оно все собирается и потом ковыряем и вытягиваем все, что нам надо, фильтруем, если надо строим чарты, показываем менеджмент и отчитываемся о том, как у нас все работает. Еще вопросы? Добрый день, спасибо большое за доклад. я хотел вас узнать, а есть ли какой-то пробный период, чтобы можно было это вообще все попробовать, потестить? Да, сейчас у нас доступен период один месяц, если я не ошибаюсь, 200 долларов дают кредит и все. Это 200 долларов на все ресурсы или вообще на аналитику? Нет, это в целом на ресурсы Azure, но опять-таки если у вас большая IT-компания, у вас есть Enterprise соглашение с Azure, можно получить MSDN подписку, можно обратиться в ваш IT-саппорт отдел, я знаю, в больших IT-компаниях такое было. Спасибо. Другими словами, если вы купили много Windows как организация, то вам там могут что-нибудь еще бесплатно добавить в Azure. Правильно я говорю? Да. Да, да. Так, вопросы еще? Да, несу. Добрый вечер. Спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, насколько можно минимизировать период сбора метрик, насколько это будет дорого для владельца аккаунта? Ну, самое минимальное количество, то есть режим реального времени, что ли, сборка? Понятно, что режим, интервал сбора метрика. Ну, как я показывал, лайвстрим метрики отдают в режиме реального времени задержкой одну секунду. Это минимум, который есть. Ну, а дальше от этого уже можно настраиваться. Это дефолтная или с дополнительной оплатой? Тут оплата не за количество, а за объем трафика. Ну, а там алгоритмы, как это считается, не скажу, но недешево. Спасибо. Да, еще вопросы, пока Виктор думает, какой из вопросов был лучший, там призы есть вон какие-то. Еще нет вопросов больше? Да, вот вижу два целых. Здравствуйте, Виктор. Очень интересно, спасибо за доклад, много нового узнал. Хотел бы спросить первое, насколько вообще дорого внедрять аналитику и мониторинг, и на каком этапе можно подойти и сказать клиенту, что вот надо подключить то-то, 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 и как вы определяете, что именно надо подключить, на каком этапе, с учетом бюджетов или чего-то еще. И второй маленький вопрос, это по хелс-сервису, показывали свадь небольшой, какие есть вообще вариативности и настройки хелс-чека, то есть как он работает, это какие-то айнпоинты или как-то кастомно можно это настраивать. Спасибо. Ну опять-таки в плане денег все относительно, если вы работаете с Днепропетровским стартапом, то понятно им подключить Application Insight будет стоить два автомобиля директора. Если это большой Enterprise Солюшн по типу я не знаю там Данона там можно и не ходить. Подключили, показали, менеджер говорит отлично. Графики есть, мне нравится. И все, получил звездочку и работаешь дальше. Поэтому такое все относительно, все зависит от клиента. Опять-таки если это не продуктовая компания получить доступ кастам довольно проблематично, потому как обычно заказчики эту информацию скрывают. Но если продуктовая там в принципе видно, ты сам понимаешь объемы, у вас годовые скажем так большие собрания со всеми топами и там можно уже в принципе определиться. Можно 200 аппликейшн инсайтов подключить или наверное не стоит, а то компанию поглощают и еще могут дать по шапке. Поэтому все относительно. По поводу хелс-чеков тут сервис хелс он больше наверное покрывает всю инфраструктуру всего ажура, то есть небольшой дашборд он будет показывать, если у вас ресурсы в трех регионах, он будет показывать состояние этих трех регионов, нет ли там никаких проблем. Это в общем, в целом. а по мониторингу каждого сервиса он индивидуальный. То есть если это Data Lake Storage, там нет теста availability, если это я не знаю CosmoDB, там есть метрика availability, можно ее просто вывести, по ней ориентироваться, все ли нормально с базой. В случае с Data Lake Storage, там можно вывести три метрики, как я уже говорил, это там количество упавших реквестов, которые закончились успешно, и вообще количество реквестов. И уже по графикам определяться плохо, хорошо, и как делать дальше. Это индивидуально. Также можно отдельно, если это твой сервис личный, написать логи, загрузить пример файлик, загрузить его в лог-аналитику, посмотреть как парсит, подходит, не подходит, и подключить, и все. Так, еще тут вопрос. Ответил, да он? Спасибо. Скажите, а если требуются какие-то кастомные метрики, можно расширять, на каких языках? И, как я понял, для сторонних сервисов требуется установка агента? Агент нужен для мониторинга виртуальных машин, но опять-таки посторонним метрикам и посторонним ресурсам все можно подключить в можно подключить application inside. Это может быть java, python, dotnet приложение, и там по-моему еще два или три языка точно поддерживает. Если нет, можно просто писать логи в storage, с этого storage их уже лог-аналитикой, data-factor обрабатывать, копировать. ну вот так я ответил. Еще есть вопросы? Да. Вопрос по кастам. Не совсем понял, из всех показанных инструментов это сейчас экосистема, как бы все включено subscription, или некоторые из них могут генерить какие-то касты, если да, то какие самые опасные по кастам? Ну из того, что я знаю, что реально дорого это подключение application инсайта. Там есть определенное количество трафика, которое бесплатно, все остальное потом считается. То есть все зависит от того, как часто ваше приложение будет писать логи. Но в принципе все опять-таки относительно. у кого какой кошелек. Да, насчет application инсайта меня интересует, ну то есть можно ли как-то ограничивать тот поток метрик, который ты хочешь на application инсайте забрать? Чтобы было дешевле что ли? Ну в плане ограничений не сталкивался, но опять-таки да, у нас есть cost менеджмент на уровне подписки и там можно поставить лимиты, там можно поставить лимиты на отдельные сервисы, ну в принципе можно, но конкретно я с такой задачей не столбивался. У него на проекте много денег. не 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 они не они не они не они Продолжение следует...